И оружие великанов, посмотрим вот на эти ружья, какие они великие и только посмотрите невероятной общелины Ушки разных калибров Приклад-то обрезан О, какая высота-то все Как им пользоваться-то? Смотрим издалека Кубок в честь заключения мира России со Швецией 1743 год Интересный кубок Видите, сколько здесь золота тоже И камушки Интересно, для чего все это? Энергетика прошлого, друзья Вот такие вот урудия Опять обмотка Что она здесь делает? Это явно новодел Кубок 1756 год Все скрипит Электропики С обмоткой Называется Палаш Драгунский А это офицерский Видите, обмотка Вот те и Палаш Куда подключался? Сверху, что ли? Сверху что-то было Оркестр роговой музыки 18 век Литография 1803 год Аткинсон Роуин, что ли? Мистер Бин Вот они какие Трубы Иерихонские Звуковое оружие Если хотите Эта штука называется Светец Типа сюда, наверное, лучинки Ставили Или свечки Только непонятно Зачем вот такие вот Штуки сделаны сверху Как антенна И еще непонятно Зачем вот эти все Металлические шары Хотя, может быть, он деревянный Но тут металлические детали есть Вот, например Совсем непонятно Такой простой вещи Такое сложное устройство Атмосферное электричество, друзья Чудо техники Выглядит еще более необычно Такие крученые антенны наверху Да Ну, идем дальше Не думаю я, что Такие инструменты Были просто инструменты Вы только посмотрите Какое здесь навершие Вот это его гриф С настройкой Струн А струны тоже странные какие Выглядит как колонна Все как полагается И внизу тоже Регистры Арфа Да И вот я думаю, что Арфа Не просто для музыки используется А, например, для создания Благоприятной атмосферы вокруг Такой Положительных вибраций Оттого людям становилось хорошо Не только от звучания музыки А просто Твоя пушка Странная у нее форма Восьмигранная Зачем Не настраивается Фокус Видите, тоже из слюды сделано все И в золотой оправе И шишечек сверху Кубок Типа кубок Подзорная труба А это А это машина времени И вот это тоже Шучу, конечно Очень удивительные Часики Восемнадцатый век Екатеринская эпоха Такие супницы Вот скажите Зачем супницы Вот такие Навершия Шишки А здесь вообще Как колокол выглядит И сверху тоже Шишка Видите Мне кажется Там само все готовилось Внутрь кладешь Мясо Оно само Приготовится Еще горячее будет Удивительные Приборы Вазы Ароматница 1780 Такие вазы Шишечками наверху Зачем Везде Одни и те же вещи Встречаются Ну Я уже говорил Зачем Посмотрите На эти пушки А также Еще одни Сабли И шпаги С обмоткой На эти Ядра С отверстиями На эти ядра Пушку Большая Прям как Ручный пулемет Посмотрите Вон сзади Шишечка Тоже Ружье Великана Вот оно Со штыком Просто Невероятного Размера Насквозь Можно Просадить Человек Типа ядра Подпиленные Приклады Длинные Ружья Смотрите Какое оно Длинное Вообще Нереально Да Мини Пушки Кстати Я здесь Стою Да Так Это Вот Мой рост Вот Еще Больше Штык Серебряная Чаша Или что Это Холодильник Для вина Западная Европа 1700 год Серебро Вообще Вот Это Вот Так Сказать Станок Для вязания Ничего себе Самовар С колокола Наверху Может Действительно Он Без всяких Дров Сам Варил Вот Вот Такая Вот Ваза Типа Мини Органа На этом Заканчиваем Наш Осмотр Мечи Великанов То есть Вот Это Мой рост А он Такой Такой Какие Интересные Защитные Шлемы Особенно Вот Этот Самый Интересный Вот Это Булава Целиком Металлическая Какой Урон И чем Может Нанести Такая Булава Ну А теперь Подробно О Мечах В данном Видео Высказана Всего Лишь Версия Автора Смежная С фантастикой И фэнтези Автор Ничего Не утверждает И ни к чему Не призывает Поехали Итак Мечи Разных Веков Это Реальные Объекты И они Открыто Выставлены В музеях Давайте С вами Посмотрим На детали Из Анатомии Меча Прежде Всего Мы Видим Единую Деталь Странная Которая Тут Неясно Зачем Нужна Ведь Чтобы Крепко Держать Меч В руке Нужна Просто Хорошая Кожаная Перчатка Для Улучшения Трения Не Только На Мечах Есть Обмотка Рукояти Вот Она На Шпагах И Саблях Точно Такая Же Но Это Именно Обмотка На Шпагах Меня Привлекли Разного Вида Гарды Я Думаю Они Так Не Просто Гарда Крестовина Меча Защищает Кисть Руки От Травм Играет Роль Противовеса Извините А разве Навершие Рукояти Не Играет Роль Противовеса Да И Как Такая Тонкая Деталь Защитит Кисть Например От Удара Тяжелого Меча Да И Саму Рукоять Можно Утяжелить До Нужного Веса Что Тут Не Так Теперь Прочеренок Он Так Вот Часто Наблюдается Некое Углубление В этом Яблоке В это Углубление Вставляется Драгоценный Камень По другому Кристалл Правда Сейчас Этих Камней Нигде Нет Их Просто Вынули Куда Тебя Спрятали Но Для Чего Он Тут Для Примера Вот Навершие Яблоко Но Кристалл Тут Отсутствует Зато Тут Видно Что Внутри Этой Выемки Или Кстати Эта Часть Меча Называется Эфес Она Ж Состоит Из Навершия Оно Же Яблоко Рукояти Он Же Черенок И Гарды Она Же Кристовина Яблоко Имеет Особое Углубление Паз Для Кристалла Рукоять Имеет Обмотку А Гарда Всегда Разной Формы Но Явно Не Защитит Ни От Тяжелого Меча Ни От Тонкой Рапиры Рапира Спокойно Пройдет Сквозь Гарду Если Только Она Не Сплошная Интересная Деталь В самом Навершии На Конце Выделяется Контакт Так И Напрашивается Подключить Провод Тогда Активируется Кристалл И Подаст Энергию На Обмотку Рукояти Затем На Лезвие Меча Через Систему Гарды Сам Меч Является Хорошим Проводником То Волноводом Максимальная Энергия Фокусируется На Острее Меча Для Чего Для Электроудара По Противнику Если Глянуть Название Деталей На Английском То Острее Меча Называется Point Что В переводе Означает Точка Это И Точка Фокусировки Максимального Заряда С Нее Происходит Электроудар Ну Например Электродуга Лесноп Искр Посмотрим На Разновидность Мечей Эсподон Нормандский Толедо Их тут Много Мы Выберем Тип Фламберг Поиграем С названием Флам На Латинице Flame Означает Пламя Ну А Берг Это Гора Или Нечто Высокое И Получается Что Фламберг Это Высокий Огонь Небесный Огонь Что-то Типа Того А Попросту Это Меч Пламенеющий Такие Пламенные Мечи Часто Изображены На Картинах Гравюрах Вспомним Архангела Михаила И его Пламенеющий Меч Или Ангела С огненным Мечом У ворот В рай А вот Момент Удара Таким Мечом Рыцарь Бьет Противника Это Именно Электроудар Разберем Слово Палаш Оно Не такое Простое Для этого Поиграем В его Перевод На Другие Языки Палаш По-итальянски Шабала Давайте Прочтем Иначе Скиа Бола По-другому Скай Бол То есть Небесный Шар Или иначе Солнечный Огненный Шар Отсылка К тому Что Меч Мог Выпускать Именно Такие Скай Бол Еще Их Называют Файр Бол В переводе Огненный Шар Палаш По-азербайджански Ар Вадини Рус Мак Ар Он же Яр Вадини Рус Мак Прочтем Иначе Рус Мак Вадимый Яром То есть Получается Что это Русский Мак Бога Яра А тут Уже Речь О Магии И Мечах Кстати Есть Даже Такая Компьютерная Игра Палаш На Марийском Поле Тут Перевод Не Нужен Получается Что Меч То Что Палит Или Опаляет Жгет Далее Сами Потренируйтесь В переводе На другие Языки Вдруг Чего Накопаете Кстати Это Очень Интересно И Расширяет Кругозор Еще Немного Миниатюр Из коллекции Ларисы Масуновой Группа ВК Точка Связи Миров Как всегда Ей спасибо Битва Рыцаря Паладина Из шаха И шаха Падишаха У обоих Щиты Реально Горят Огнем Меч Паладина Высекает Огонь На острие О чем Мы и Говорили Ранее Точка Фокусировки На острие Меча Но тут Еще Оружие Падишаха Электропалец И тоже Огонь На острие Вот тебе На Вот вам И ответ На то О чем Я спрашивал То есть Как работала Палеца Та что В музее Гимн И получается Что Оружие Паладина Разящий Клинок Был Плазменный Или Электрический Они работали Совершенно На других Принципах Не просто Рубили Кололи А реально Жгли Огнем Электроударом Высекали Фаерболлы Ну и так Далее Но думаю Я вас Все таки Удивил Надеюсь Вам Как всегда Понравилось А если Так То подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите Больше Комментариев Также Подписывайтесь На мой Яндекс Дзен Где я Публикую Статьи Там Будет И эта Статья Про Мечи Но Текст Может Отличаться Так что Читайте А на этом Пока что Все С вами Как всегда Евгений Макаров До свидания До новых Видео До встречи Друзья И еще Одна Просьба От нашего Коллеги У него Свой канал Просьба В развитии Канала Запускаю Я Приветствую Вас Друзья Хочу Порекомендовать Вам Свой Новоиспеченный Канал Отдельную Благодарность Хочется Выразить Автору Данного Канала За Оказанную Им Услугу Тематика Моего Канала Будет Посвящена Альтернативным Исследованием Исследованием Исследованию Карт Архитектуры Прошлого Поиску Следов Недавней Глобальной Катастрофы Разбор Интересных Локаций Восстановления Хронологии Событий Главная Суть Заключается В том Чтобы Открывать Людям Глаза На Очевидные Вещи Ведь Совсем Недавно Превышенный Нас Мир Выглядел Совершенно Иначе И явно Не так Как Написано В Учебниках Истории Проведя Параллель Между Прошлым И нынешним Возникает Куча Вопросов На Которые Я И постараюсь Ответить На Своем Канале Но Важно Понимать Что Эта Работа И моя И ваша Один В поле Не Воин Как бы Банально Это Не Звучало Я Надеюсь На Вашу Поддержку В виде Подписки На Канал Всем Крепкого Здоровья И До Встреч На Моем Канале Ссылка Будет В Описании